Всем добрый день! Очень приятно вас видеть на нашем сегодняшнем уроке. Меня зовут Татьяна, и сегодня мы с вами находимся в Синемяякоду. Синемяякоду – это дом для 60 человек, у которых есть особенности в душевном здоровье. И наш дом представляет собой небольшую деревню, состоящую из шести домов семейного типа, в каждом из которых у нас живет по 10 жильцов. И также у нас работает всего 25 человек. Если мы говорим о жителях нашей деревни, то они все совершенно разные. Кто-то из них очень самостоятельный и даже ходит на работу. Но кто-то из них нуждается в помощи практически во всем, во всех делах. И, к сожалению, некоторые из них ввиду состояния своего здоровья даже не могут говорить. И темой сегодняшнего нашего урока и является общение с людьми, которые не говорят. И в том числе использование картинок в общении с такими людьми. Причин, почему человек не говорит, может быть очень много. Но сегодня, наверное, мы остановимся на одной из самых распространенных – это задержка в развитии. И чтобы вам было проще, я предлагаю вам вспомнить ваших маленьких братьев, сестер. Может быть, кто-то помнит себя в таком маленьком возрасте, когда вы уже много чего понимали, но еще, к сожалению, не могли говорить. И наверняка помните, как с вами общалась мама и как общались с нею вы, когда вы хотели что-то сказать. Например, вы брали ее за руку и вели к телевизору, когда хотели, например, включить мультики. Точно так же и часто общаются люди, которые не могут говорить. Они берут нас за руку и ведут туда, куда они хотят нас отвезти или показывают на тот предмет, которым они хотят что-то сделать, например. Также в работе с такими людьми мы часто используем картинки для того, чтобы было понятно и нам, и им, что же мы друг от друга хотим. Если мы говорим про картинки, то на самом деле мы их очень и очень часто используем в повседневной жизни. Просто, наверное, мы настолько уже к этому привыкли, что не обращаем на это особое внимание. Например, мы очень часто используем картинки для передачи какой-то информации, когда мы посещаем большие магазины или аэропорты. Например, у меня здесь есть с собой такие примеры картинок, которые наверняка вы не раз встречали в большом магазине. Например, вот то, что мороженое здесь нельзя кушать или что проход с собаками запрещен или на роликах нельзя кататься. Также вы наверняка видели какие-то стрелочки, которые указывают, как можно посетить туалет или где посадка на самолет. Во всем этом, чтобы донести информацию, часто используются картинки. Также один из очень распространенных, распространенной сферы, где мы используем картинки, это дорожные знаки, которые вы, даже не имея правил водительских, очень замечательно понимаете, что они обозначают. То есть пешеходный переход, проезд запрещен, автобусная остановка и так далее. То есть, как вы наверняка уже поняли из моего рассказа, подобные картинки, как дорожные знаки или какие-то символы в супермаркете используются для того, чтобы передать важную информацию абсолютно для всех людей, которые по какой-то причине не говорят или которые говорят на другом языке, которые говорят на русском, на эстонском. Наши гости из других стран, которые не знают нашего языка, они обязательно поймут, что же мы хотели им этими картинками сказать. К тому же не всегда бывает возможно донести какую-то информацию именно через речь. Например, мы не можем поставить человека или полицейского, который бы стоял и постоянно бы нам говорил, что здесь находится остановка или здесь пешеходный переход. Гораздо разумнее в этой ситуации использовать картинки, которые всем наглядные и которые все-все понимают вне зависимости от языка, на котором они говорят. Поэтому, как видите, картинки очень хороший способ для общения и очень эффективный, который понимают очень многие люди вне зависимости от уровня их развития и от языка, на котором они говорят. Часто специалисты, которые работают с людьми, с особенностями в душевном развитии, в душевном здоровье, которые не говорят, используют специализированные картинки, некоторые примеры которых я вам сегодня покажу. Например, может быть, кто-то из вас слышал такое название, как пиктограммы. То есть это картинки, как правило, белые изображения какого-либо предмета или действия на черном фоне. То есть таких картинок очень много. Есть специальные банки таких картинок, которые используют специалисты в своих работах. Также ими пользуются, например, родители неговорящих деток, чтобы с ними общаться. Из картинок можно составлять различные предложения. Можно составить, например, режим дня или какое-то сообщение, которое, например, мы хотим передать. Вот у меня здесь на примере написано первое предложение, что мама спрашивает, знак вопроса, что ты показывает на ребенка, хочешь кушать. То есть видно, если мы приучены к этим картинкам, если все их уже понимают и мама и ребенок, который по каким-то причинам не говорит, то можно при помощи таких картинок общаться. И как видим, как ей ребенок отвечает, я хочу салат, рыбу, картофель и выпить какао. И потом мама тоже сообщает, я буду дома к пяти часам. То есть таким образом можно составить разговор и донести нужную информацию до того человека, который по разным причинам не говорит. То есть один из способов таких общения при специализированных картинок — это использование пиктограмм, черно-белых картинок. Помимо пиктограмм, есть еще так называемые PCS-картинки. Это название расшифровано и зашифровано из английского языка и представляет собой полное название Picture Communication Symbols, то есть символы для общения через картинки. Это более яркие картинки, они цветные, может быть, кому-то более понятные. Их тоже великое-великое множество. Есть специальные банки таких картинок, в которых можно найти картинки абсолютно на любые темы, чтобы составить предложение или распорядок дня, или поговорить с ребенком или со взрослым человеком на абсолютно любые темы. Здесь у меня представлены, например, картинки, которые позволяют нам поговорить о продуктах питания. То есть булка, хлеб, молоко, картошка, помидор, морковка, огурец, масло, яйцо, колбаса, йогурт, сок. То есть можно даже составить целое описание того или иного рецепта, как его можно приготовить. Здесь у меня, например, картинки, как вы видите, из одежды. То есть тоже можно, если мы хотим научить человека с особенными потребностями или ребенка одеваться, объяснить ему что-то, что касается одежды, то тоже нам в помощь все картинки, которые могут проиллюстрировать его, например, гардероб. Такие цветные картинки. При помощи картинок можно также составлять различные планы дня, различные инструкции, можно общаться. Есть специальные так называемые коммуникационные доски или доски для общения. Они бывают абсолютно разными. Бывают, например, когда картинки вырезаны, прикреплены на липучку, и их можно двигать и представлять различные предложения и планы дня. Здесь, например, можно также такой пример приведен, когда мальчик изображен вот я хочу или я не хочу. Он может даже просто показывать указкой или пальцем на изображение свое и донести до мамы, что же он хочет. Например, я хочу сладости или я не хочу вытирать руки или я хочу шоколад. Я не хочу морозить. молоком. Я не хочу спать. Таким образом можно общаться и выстраивать предложение и рассказывать, что же человек хочет или не хочет. Здесь, например, такие вот изображены, как правило, распорядка. То есть мы, например, хотим сказать, эти правила определенным светом изображено, что я веселый, дружелюбный, добрый, активный. И красным светом написано, нарисован крестик, где видно, что это запрещено, что я не злой, я не кричу, я не бью других. То есть таким образом можно даже составить правила поведения в том или ином учреждении или, например, дома. Также мы в своей работе очень часто используем такие картинки для того, чтобы показать и приучить наших жильцов, где что находится. К примеру, здесь у нас различные посуды, здесь поварешки. И уже когда мы готовим еду, а мы делаем это все вместе, у нас уже все знают, где что лежит. И даже без слов абсолютно понятно, где у нас что находится. Также у нас, например, прикреплены различные инструкции, чтобы людям было понятнее, что зачем у нас идет, как мы накрываем на стол, как мы приготовляем еду, что мы наливаем напиток, кладем хлеб на тарелочку и так далее и тому подобное. То есть даже если кто-то из наших жителей говорит, то для него это абсолютно является дополнительной информацией, очень важной, которая иллюстрирует те или иные инструкции. Например, вот тоже, когда мы покушаем, как мы убираем со стола, что мы делаем сначала, как нам надо намочить тряпку, что мы делаем потом. Все инструкции очень подробно изображены, чтобы было понятно и наглядно. Как вы видите, использование картинок достаточно разнообразное. Мы используем не только картинки, мы активно используем, например, даже фотографии. Фотографируем те вещи, которые понятны человеку, которые являются предметом его личного обихода. Его тарелка, его, может быть, мишка, его кофта. И делаем из фотографий распорядок дня или другие инструкции. Это тоже является хорошим способом для общения, для того, чтобы донести информацию. В некоторых случаях используются также и предметы, когда можно, показав предмет, что-то сказать человеку и к чему-то пригласить. Например, показав пальто, можно пригласить погулять. Показав мишку, можно пригласить поиграть. То есть очень много способов, и можно быть очень находчивыми и абсолютно поговорить с любым человеком, даже кто не говорит. Также хотела бы сказать, что у нас и прогресс не стоит на месте. И сейчас используются в работе вот такие коммуникаторы. То есть тоже люди, которые не говорят, как вы видите, здесь тоже картинки. Они похожи на те картинки, которые я вам уже показывала, которые мы используем в работе. Это специальный такой, как планшет, на котором есть изображение, и на который человек неговорящий может нажать, и этот коммуникатор воспроизводит это слово. Например, если нажать на слово «кушать», где видно, что мальчик кушает, то коммуникатор скажет «кушать». Если спать, то скажет «спать», если вы нажмете на него. Есть очень различные картинки, различные способы, как общаться, различные приспособления. Есть специальные планшеты, именно которые выглядят как настоящие планшеты, как наверняка, которые есть у вас, но специализированные, которые предназначены именно для общения в картинках. Я вам рассказала, наверное, такие самые основные моменты, как можно пообщаться, показала картинки, которые мы используем в общении. Я очень надеюсь, что информация была для вас в чем-то новой, и обязательно полезной. И в заключение хотела бы дать несколько советов на ту тему, если вы вдруг встретите в своей жизни человека, взрослого или ребенка, который немножко отличается от вас, который, может быть, не говорит, или чье поведение может показаться вам странным. Часто мы пугаемся таких людей и как-то избегаем общаться с ними, и совершенно зря. Я бы посоветовала вам в такой ситуации обязательно оставаться спокойными и быть максимально дружелюбными и добродушными. Если человек по какой-то причине не говорит, то это не значит, что ему нечего вам сказать, или он не хочет с вами общаться. Это может быть очень хороший человек с добрым сердцем, и общение с которым принесет вам много и много удовольствия. Поэтому предлагаю вам быть дружелюбными ко всеми, спокойными. Обязательно использовать то, что есть у вас под рукой, для того, чтобы поговорить абсолютно со всеми, даже с теми, кто по какой-то причине говорить не может. И я надеюсь, то, что я вам сегодня рассказала, обязательно вам пригодится в повседневной жизни, и вы будете больше, может быть, задумываться по картинках, которые нас окружают, и больше ими пользоваться для общения. И сейчас я с удовольствием выслушала бы ваши вопросы. Такой поступил вопрос мне. Дети, которые не могут говорить, могут ходить в обычную школу? Да, сейчас очень поддерживается так называемое инклюзивное образование, когда стараются, чтобы все ребята, которые имеют особые потребности, которые их не имеют, были максимально, как можно больше вместе проводили время, в том числе учились. Есть сейчас очень много способов обучения. Есть обучение один на один, малый класс. И такой ребенок, который имеет особые потребности, в том числе образований, он может учиться в обычной школе, но зависит от того, конечно, какие у него другие потребности, насколько он справляется с учебной программой. Это может быть все-таки класс в вашей школе, но немножечко другой, отдельный. Например, малый класс, и такой ребенок учится. У тебя интересная или сложная работа? У меня очень интересная работа. Местами она, конечно же, как любая работа, бывает сложная. Но я получаю огромное удовольствие от общения с нашими жителями нашей деревни. Они дарят мне очень много любви, радости, позитива. Поэтому у меня скорее любимая и интересная работа. Язык-пиктограмм. То же самое на английском, эстонском и русском языке. Да, символы, которые используются, они, как правило, достаточно международные. Могут быть надписи над ними на любом языке, но это надписи скорее вспомогательные для того, кто пользуется этими картинками. А сами изображения, они, в общем-то, универсальны и понятны для любого языка. Возможно, и смысл их в том, чтобы понимали все люди, которые говорят или не говорят, или которые общаются на разных языках. На этом вопросов больше нет. Я знаю, что учитель для вас приготовил также задание, которое вы будете выполнять. Я желаю вам удачи в этом задании, удачи в учебе. И очень надеюсь, что та информация, которую я сегодня вам рассказала, была для вас интересной и полезной. Спасибо вам большое за внимание и всяческих вам успехов. Субтитры сделал DimaTorzok